В этой сцене выступит предный, который вы очень сильно полюбили, и который принес очень много радости вам. Вы помните, кто это? Девананда Прабул! Ари-бул! Встречайте! Слава всем собравшимся предным! Девананда Прабул! Сегодня рассказ я вам прочитаю о человеке, который как раз из этих мест не столь отдаленных. Он называется в давно не крашенном кабинете. Ввели его без лишних церемоний, что называется по-ментовски. Так, как обычно водят разного рода шантропу. Вот этот товарищ капитан, бурт был молодой мордастый сержант, заправски вытряхивая на стол содержимое карманов задержанного. Наркотиков нет, значит понятых звать не будем, добавил он, вываливая на стол кучу разных вещей из спортивной сумки. Содержимое сумки оказалось, прямо скажем, небогатым. Какие-то тряпки, мыльницы, грязные расчески и другая разного рода дребедень. Единственное, что действительно могло бы привлечь внимание компетентных органов, так это портативный магитофон с кассетами. Да три или четыре красивые книги. Физиономия задержанного отнюдь не свидетельствовала о его принадлежности к людям-интеллигентам. И эти красивые книги, а впрочем и любые другие, оказавшиеся в его сумке, могли бы вызвать вполне справедливые подозрения. Опять ты, Люлюев? Строго начал капитан, подавая сержанту знак выйти. Я ж тебя предупреждал больше не попадаться в мою смену. А мне говорили, что ты вроде как завязал. Да я начальник уже три месяца как в завязке стал оправдываться задержанной Люлюев. Это все сержант ваш салага захомутал прилетно, как последнего барыгу. Задержанный совсем даже не боялся капитана, такого грозного на вид. Его спокойствие было вполне обоснованно. Капитан был ему давненько знаком, как человек далеко недалекий. Для обвинения в этот раз его, собственно, было не в чем. Попробует пришли дело такому. Он без спроса уселся на стул, широко расставив ноги. Задержанный был голоден, думал лишь о том, как бы поскорее справить с милиционером все дела и что-нибудь перекусить. Ну, сейчас начнем вот свою тягомотину. Думал он, приспокойно рассматривая то неглажные брюки капитана, то борьбу мух на стенах дома некрашенного кабинета. Капитан тем временем смачно докурил сигарету и потихоньку, будто бы совершая некий ритуал, начал тушить ее в баночки из-под попсиколы, которая уже до этого была набита другими окурками, кожурками от семечек, плевками и мертвыми мухами. Завершив этот ритуал, он чрезвычайно нахмурился и, стараясь сгустить краски, попытался изобразить из себя нечто страшное и негодующее. С минуты милицейский начальник мычал, будто должно быть от мистого умственного напряжения, связанного с мыслями о том, чего бы такого сказануть. «Короче, ты меня тут не этого самого, понял, да? Тебе тут необычный бардак. Вот ручка, вот бумага, колись, честное слово. А чё колодцы-то, командир? Книги мои и плеер с кассетами мой. Я ж почитаю месяцы три, как не при делах. Я ж теперь новую жизнь начал, можно сказать, преданным стал». «Чего? Кем стал?» — с искренним удивлением переспросил капитан. «Да преданным! Ну и кто тебя сдал?» — ничего не понял милиционер. Казалось, что его тщательно обдуманный план вопросов, специально приготовленный, чтобы поставить задержанному Люлюеву детский мат, безнадежно развалился от совершенно нелепого ответа. Стал преданным. «Да никто меня никому не предавал, начальник! Преданный я, потому что предался Богу, вот! Ты гони мне здесь, да не сгоняйся, честное слово! Вот бумага, пиши, как облупленный! «В натуре нечего писать, командир! Давай затопчем вопросы, все дела! Я тебе тут дам, нечего писать! Я тебе тут участковый или куды?» «Ник давал милицейский начальник, нервно раскуривая очередную сигарету! Книжки-то, гляди, у тебя кришнаитские! Где ты был, а? А у них в прошлом году склад почистили! Влип! Василий Иванович! Так я ж теперь сам, кришнаит!» Сменил свой тон задержанный Люлюев, видимо, припоминая, кем он стал несколько недель тому назад. Участковый Василий Иванович плохо скрывал свои эмоции, он уставился на Люлюево в явном недоумении. Если вы когда-нибудь видели, как смотрят на незнакомцев, готовящиеся котелу, коровы, то, стало быть, сможете представить себе этот взгляд видавшего вида милиционера. Но кто только на его веку не становился кришнаитом. Но чтобы вот такое было, затянувшийся пауза говорил о том, что глава участкового инспектора просто переполнена бурными мыслительными потоками. Ему вдруг отчетливо припомнилось, как он однажды приходил на квартиру кришнаитов по их, пожалуй, их соседей. Как кришнаиты тогда не разрешили ему курить и проходить в комнату в сапогах. Как пытались накормить его какой-то пахнущей лекарственной похлебкой. И что-то все бубнили, бубнили. А говорили вроде бы по-русски, но совершенно непонятно. Кто? Только и нашел, чего сказать капитан. Я. Опять Василий Иванович припомнил, что у тех кришнаитов были такие же гусы на шее. С пределами к ним баллончиками. И такие же знаки на лбах, как и у этого, но только у этого они нарисованы красным фломастером на теляшке. На груди, на пупе и по бокам живота. А я что и говорю, завязки я с три месяца, почитай, преданным стал, кришнаитом стало быть. Три месяца на сухую, без ганджибаса. Все это время меня в храме просто держали, даже братвы не видал. А сегодня попервой на проповедь вышел. Да и думаю, на паровозах смотаюсь с книжонками. Там завсегда людюшки при деньгах. Смотрю, мочалка одна рыжая стоит. Ну, думаю, сейчас застебаю. Я источник, она мне кто? Все, пятые, десятые. А один у меня дружан, санкертайщик, так говорил. Ты тогда цену коси, я ей за полцены отдам. И вот она, родная, уже в редикюль за ваш лепи сунулась. А тут ваш сержант меня под белые рученьки, как дешевого фраера. В монахе, значит, записался. А вот говоришь, ты не по-монашески. А как я говорю? Я правда что говорю? У нас в храме все так говорят. Да вы посмотрите, Василий Иванович, у меня теперь и чайконхи мало. И четки есть. И вот по малу шика пробивается. Стал расхваливать свои недавние приобретения люлюев. Вынимая из кармана мешочек с четками, сдувая с него табачные крошки. А помните, у меня на плече наколка льва была. А теперь это не просто лев, а получеловек-полулев. Понятно? С особой гордостью заявил он, обнажая свое смуглое преступного прошлого плечо. Действительно, после их последней встречи в прошлом году, когда в учетную карточку гражданина люлюева в раздел особые приметы секретарша вписывала описание татуировки, лев претерпел некоторые изменения. Львиная голова теперь была украшена то ли шапкой, то ли шлемом. А чуть ниже появилась вот такая надпись в стихах. Не смотри, пробу, на голых дед, загрызет тебя на ресимхеде. Капитан вдруг опять припомнил, что Кришнаиды действительно называют друг друга то ли пробу, то ли барабу. И что молятся какому-то льву. И что самое интересное, даже кормят его фотографию. Нет, но в принципе, в принципе, Кришнаиды не такие уж и плохие ребята. Одно то, что они кормят бесплатно сироты стариков, заставляло посмотреть на все их причуды и недостатки сквозь пальцы. Да и в глубине своей солдатонской души Василий Иванович втайне от всех любил слушать, как они поют. И на разгляд, они усядутся на коврик прямо на улице. Это вроде как отреченные, что ли. Да как запоют. Один на гормонной пианино играет и поет. А другие за ним эти же слова все повторяют. Вроде слова, так как у черномазых. Не понять, а за душу берет. Уже бывало и уйдешь по улице далеко, а внутри кто-то напевает и так нежно. Хари, хари. Ну, Лилюев, берегись. Вдруг отошел из сантиметров милиционер. Он отыскал в глубине внутреннего кармана замусульный блокнот и стал что-то там искать, при этом обильно смачиваясь с менями пальцем. Затем, что-то там отыскав, набрал на телефоне номер. Алле! Алле, это Харкрышна! Дай мне вашего старшова. Алле! Алле, это участковый, говорит Конев. Алле, это Миша? Это участковый. Нет, не врач. Еще хуже. Ты мне... Вот что ответ, дорогой. Состоит ли у тебя на учете гражданин Лилюев? Илопузил Залудилович. С 72-го года рождения. Уроженец села Купищево. Путевка в Жизненском районе. Что значит все может быть? У вас сегодня там полтора человека. Не помнишь такой фамилии? Ну, не помнишь, не надо. Да ничего страшного. Ну, Лилюев, сейчас я тебе покажу. Что случилось? Да так, ничего. Да ну, задержали тут одного. А он уверяет, что он вроде как с вами. Кто? Этот? Да ты что? Да какой из него учитель? Я говорю, что он говорит, что он вроде как с вами. Какой национальности? Да уж точно репа у него не русская. По-английски? А кто ж его знает? Может и говорит? Да ребята на вокзале вчера еще утром забрали. Что, говоришь, к вам приехал? Из США? Вы что там думаете? У нас дураки здесь одни? Что, извините, извините. Никакой он не иностранец. На учете он у меня стоит. А теперь говорит, в крыштои ты к вам записался, мама родная. Дайте Василий Иванович, я с ней сам поговорю. Он сразу все поймет. Прокурор с тобой говорить будет. Задержанный Лилюев выхватил капитана трубку. Олег, репол вы что? Совсем что ли? Ну вообще болт. По всей видимости, этих слов было вполне достаточно для того, чтобы на том конце проводом разобрались с определяемой личности подозрительного смуглого в пиджаке и теляжке, да еще и преданного индийскому богу Кришне молодого человека. Лилюев вернул трубку начальнику, давно не крошнул кабинета. Алло, ну что, все? Разобрался? Как звать? Шура Балаганов. Почему ты называешь его другим именем? Но ведь это не кришнаитское имя. Ну не кришнаитское ведь. Ты бы там узнавал у своих паспортные данные для порядка. А то ведь сам знаешь, время сейчас какое. То есть как не у всех паспорта есть. Ты, может быть, и не есть этот паспорт. А мне тут, чтобы все было чекичок. Вот доберусь скоро я до вашей богодельни, честное слово. Зайду когда-нибудь. До свидания. Бак-то Балаганов поспешно собирал свои вещи. Ну, начальник, я свободен. Считаю, что тебе повезло, честное слово. А если бы телефон, скажем, не работал, врезал бы я всегда дубиной по пяткам, как в средние века. Ну, сейчас, скажем, не средние века, возразил Балаганов. Зато мышление средневекового и таких дураков, как ты. Как же тебя с дурой угораздило в такую секту попасть. Василий Иванович начал грубить, так как его ежедневная потребность кого-нибудь наказать или обхамить не была сегодня гуляторина. И так как он был полноправным хозяином в этом давно не крашенном кабинете, а Горемыга Балаганов еще не успел покинуть его пределы, можно было успеть хотя бы наговорить кучу разных пакостей и оскорблений. И таким образом хоть как-то насытить свою неукротимую жажданину наказания. Там же те, кто у них. Секта! Я был там у них. Они как ненормальные все. Ты-то нормальный. Куда попал? Да они тебя закодировали. Ты же теперь зомби. Зомби, честное слово. Им такие нужны дураки, чтобы по улицам за деньги скакать и петь. Балаганову очень хотелось много чего возразить по поводу неслышанного от капитана недалекого плавания. Но парень так проголодался, что ничего в ответ не сказал. Интересно, думал он. Если обо мне в храме забыли, наверняка и про саду забыли оставить. А ведь я всегда на всех оставлял. И на Санкиртуну, и на шоферов. Харикришна, товарищ капитан, не хворайте. Вежливо попрощался с конченным милиционером Балаганов. Василий Иванович почему-то догадался, что ироничная интонация в голосе Балаганова говорила исключиться на его милицейской кончилисти. Но ведь это не так. Сам-то он не считался законченным человеком. Да и не хотелось с этим никак соглашаться. Вот сейчас Балаганов хлопнет дверью и уйдет навсегда в свою богодельню. С этим не самым, скажем, объективным мнением. Что-то ведь надо срочно сделать, что-то предпринять, может быть, сказать что-то. Ведь и я, и я тоже в какой-то степени духовный. Я тоже имею свой какой-то внутренний мир. Это мои обязанности просто заставляют меня играть в жизни вот такого мента. Так думал немолодой уже милиционер, сожалея о том, что дверь за этим парнишкой вот-вот захлопнется. Бум! А пусть думают, что хотят. Сам-то он долго там протянет. Он же по жизни ворюга. Шнаб с девочкой трава. Да я бы его... Но вдруг капитан осёкся, под столом, где вытряхивали балагановскую сумку, лежала броняная и забытая аудиокассета. О, Господи, как они поют! Как они поют! АПЛОДИСМЕНТЫ